привет на канале arduino проекты сегодня я расскажу где скачать инскапы и проведем основные настройки данной программы скачать инскапы писать просто инскапы не получится поэтому я пишу инскапы . work в поисковике яндекс и все равно напрямую не ведет на сайт видят вот на такую вики страничку с примерами с этой страничке можно перейти вот по данной ссылке и мы поведем на основной сайт проекта инскапы . org и здесь можно в разделе download скачать версии и для я пользуюсь версией 092 092.2 вот эта последняя версия скачать можно для linux для windows для mac os также можно конечно напрямую написать в командной строке инскапы . org и перейти на сайт так будет намного быстрее заходим на сайт что-то долго грузится обновим страничку и так зашли мы на сайт инскапы видим то же самое в разделе download можно скачать версия linux для windows для windows 32 64-битная можно скачать установочник также в архиве скачем установочник и ставим я думаю вас не должно возникнуть вопросов для другой операционной системы linux например как у меня я пользуюсь версией бунту сейчас будет перенаправление устанавливаем дополнительный репозитарий обновляем и с помощью апт апт get install инскапы устанавливается последняя версия данной программы еще раз повторюсь можно установить для mac os но это вы уже сами разберетесь итак установили мой инскапы теперь его нужно настроить данную программу на заходим свойства документа что здесь я настраиваю здесь я настраиваю единицы измерения миллиметры единицы миллиметра так как у меня заготовки 350 на 300 миллиметров старше выставляю максимальные размеры убираю тень и теперь нас можно строить сетки я настраиваю прямоугольные сетки ставлю по оси x и y в миллиметрах по 5 миллиметров мне так удобней вы ставите как вам будет удобней и основная линия сетки через 10 все вот что у меня получается включая включаем и смотрим как это выглядит на чертеже в программе так вот так вот это все выглядит вот такие вот такая сеточка также можно создать не прямоугольную сетку а акционометрическую вот она вот так выглядит тут и также настраивал интервал по игрек 5 миллиметров угол 45 градусов но тут можно и 30 и делать в зависимости от задачи немножко накосячил так 45 так и тут ставлю тоже 10 так смотрим что получается вот такая цветка получается и можно выключить включить также можно включить не только одну сетку так вот можно включить также вторую сетку включаем вторую сетку наслаивается конечно не очень красиво лучше пользоваться по одной оставляем прямоугольную все сетку мы настроили вот так вот это все красиво выглядит сохраняем как шаблон чтобы больше не переделывать у меня написан шаблон у вас напишите сами сохраняем все у нас есть готовый шаблон так давайте попробуем нарисовать прямоугольник для этого отцентруем так выберем инструмент прямоугольник и нарисуем произвольный прямоугольник итак теперь его нужно выделить вот на свете размеры показывают убираем отступ делаем 10 по оси x отступа си y тоже 10 ширина и высота делаем по 100 миллиметров это будет у нас квадрат 100 на 100 миллиметров вот такой квадрат получается чтобы приблизить нажимаем control и колесико крутим вот видите вот такой получается квадрат удаляем его и нарисуем по сетке так теперь привязки настроить так вот выбираем все лишние привязки настраиваем привязку по углу и привязку по сетке так берем прямоугольник и рисуем так привязки нету что-то не включил привязку пересечения так где привязка течение так вот привязка пересечения все привязываться к сетке рисуем 100 на 100 миллиметров вот такой получился выделяем и смотрим размер размер получается вот стук не совсем совпадает и это связано с толщиной линии ведь и на одну сотую одну десятку больше и так давайте нарисуем окружность внутри нашего квадрата для этого вытащим вспомогатель линии и делаем привязку по вспомогательным линиям сверху таскаем горизонтально слева вертикально и рисуем окружность произвольно формы выделяем и прописываем размеры 50 миллиметров на 50 чтобы ровно круг теперь вытащим на свободное место сейчас вам покажу вот видите центр окружности крестиком делаем привязку по центру выбираем привязку по сетке и видите у нас автоматически центруется по вспомогательным линиям все теперь убираем вспомогательные линии в обратном порядке горизонтальную кверху вертикальную влево вот что у нас получается в итоге вот такой вот небольшая заготовка в следующем уроке мы будем рассматривать инструменты и складки контуры вот такие вот посмотреть чтобы у вас были тоже в программе и инструменты g кода вот такие вот инструменты но сегодня что мы сделаем давайте мы с вами объединим два контура круга и квадрата в один общий контур чтобы можно было его свободно перемещать перемещать в области вот такой вот небольшой урок получился у нас сейчас давайте вернем обратно минутка программирования в прошлый раз я задал вопрос используете ли вы конструкцию и в элсе и в элсе вопросов не было поэтому ничего выкладывать не буду и отвечу на данный вопрос в следующем видео тем более сегодня конструкция свитч используете ли вы конструкцию свитч конструкции элсе очень похожи на конструкцию свитч и в следующий раз я вам расскажу где применять данные конструкции и чем они отличаются друг от друга если вам понравилось видео ставьте лайки пишите комментарии по вашей реакции буду судить насколько интересна данная тема чем будет больше отзывов лайков и всего остального тем чаще буду снимать ролики по данной теме всем пока пока до встречи в следующем видео